Приветствую вас! Я думаю, что с точки зрения психологии вам можно ответить на ваш вопрос, который вы пишете не в контексте того, почему человек ведет себя именно так, как ведет, а несколько в другом контексте. То есть, мне кажется, что ответить вам на ваш вопрос можно и нужно в том контексте, что вы внесли вклад, я понимаю, что вам будет это скорее всего неприятно, но вы внесли вклад в то, что эта ситуация стала возможной. Какой склад вы внесли? Вы игнорировали свою интуицию. То есть, вам интуиция кричала о том, что эта ситуация, она странная, что она ненормальная. Вот, вам интуиция кричала о том, что человека нужно опасаться, вам интуиция кричала о том, что это опасно и так далее, но вы все переводили в шутку. Сейчас свой первый раз, все в шутку перевели, второй раз попытались, ну, не обращать на это какого-то внимания. И у подобного поведения, у подобной позиции есть своя причина. Есть причина, по которой человек, вот, поступает так, как вы. У этого есть причины, и мне кажется, что очень важно было бы эти причины понять. То есть, во-первых, как и почему вы знакомитесь в интернете, там, например, с, ну, вот, с такого типа мужчинами, да? То есть, с чем это связано, то, что вы знакомитесь с такого типа мужчинами? Почему вам, например, нравится знакомиться, вот, там, ну, на сайтах знакомств, да? Вот, где-то, вот, в таких местах. То есть, это, мне кажется, очень важный момент. Если у вас, возможно, какие-то трудности относительно знакомства в реальной жизни с людьми, которые могли бы вам дать что-то реальное, есть ли у вас сложности в взаимодействии с людьми, которые, ну, более, так сказать, традиционно себя ведут, да? Более классически себя ведут. Это, мне кажется, то, на что вам необходимо обратить свое внимание. Потому что вы сами внесли в склад то, что произошло. Существует так называемая виктинология, наука о поведении жертвы. И здесь, на мой взгляд, я даю себе отсчет, что вам, скорее всего, не понравится, то, что я скажу. Ну, тем не менее, как бы, это не повод для меня, да, это не повод вам, ну, не говорить об этом. Хотя я и понимаю, что вам не понравится, скорее всего. А, значит, наука о жертвы, о жертвенном поведении, и, соответственно, вы ведете себя здесь, как жертва, скорее всего. То есть, вот, очевидно, очевидно, что вы ведете себя, как жертва. То есть, вы не озабочились собственной безопасностью своей, вы пренебрегли тем, что вам подсказывала ваша интуиция. И так далее. И я думаю, я думаю, что вот на то, почему так сложилось, и на то, почему так получилось, вам необходимо обратить свое пристальное внимание. То есть, не пытался понять человека, его вы все равно не поймете. Не сможете понять, потому что, что там у него, да, в голове. Садист он. Садист ли он. Садист ли он. Или это. Просто. Человек, который очень любит. Ага. Ну, человек, который очень любит говорить о каких-то вещах, но, который никогда ничего, там, грубо говоря, не сделает. Ну, сейчас это, вы этого и не узнаете. И я не думаю, что стоит узнать. Ну, сейчас это слишком опасно. Ну, я только лишь могу высказать предположение относительно того, что, ну, как правило, люди делают. Сразу делают. Сразу делают. А не... Говорят об этом. Вот. Поэтому... Тут вот мне только... Хочется заметить вот это вот. Ваши... Мужчина, он... Гля, на некое, слишком много... Слишком много говорит. Вот. Слишком много говорит. Так что... Это вот... Что же я могу вам сказать? То есть, игнорирование своих личных границ, игнорирование того, что вам важно, игнорирование того, что вам ценно, игнорирование тех вещей, которые имеют для вас значение. Ага. Ну, вот это вот мне представляется... Такой... Весна... Серьезной... Проблемой. Потому что... Это может сыграть с вами объективно злую шутку. Если вы ничего не предпримите именно вот в своем контексте. То есть, если вы ничего не поменяете именно в своем поведении. Вот. Такой вот момент... Такой ответ, я думаю, вам... Можно здесь дать. Вот. Что же касается мужчины, то... Здесь... Что-либо... Определенное, сказать, на мой взгляд, сложно. Потому что... Человек... Описывается только вашими словами. Только вот... Тем, что, ну... Тем, что вы... Считаете... Нужным... Нам сказать. Я думаю, что этого... Мало... Для... Полной картины. Вот. И... Поэтому, мне кажется, что... Здесь... Нужна... Больше информации. Но, опять же, это... Не... Как-то, знаете, вот... Критично, прямо. То есть, вам... Вам... Желательно больше... Думать именно о себе. Здесь... Вот. Что касается... Того, что он... Блуждает сейчас... Под окнами. И вы боитесь... Я думаю, что... Вы можете, конечно, смирить полицию. Но он, скорее всего, уйдёт. На мой взгляд... Наиболее... Целесообразно, представляется, просто... Не бояться его. Просто игнорировать его. И всё. То есть, этого будет, в принципе, вполне достаточно. Я... Более чем уверен, что... Как вам ничего не сделать. Если вы боитесь... То есть, это ваше право. Это ваше основание. Обратитесь в полицию. Количество вас просто преследует. И всё. Вот. Тут бояться... Можно очень долго. Вот. Вот. Ну, оптимальный вариант, это, если вы не выбрали своих друзей. Потому что давайте... Просто друзей. Потому что эти... Друзья... Вам... Ну, могли бы просто помочь. Лучше... Эффективнее... На мой взгляд. Эффективнее... Разобраться... С этим человеком. Вот. Ну, это, опять же, моё мнение. Да. Исключительно. Ну, это вам, опять же, обращаться... Эээ... Здесь обращаться... Эээ... Нужно... Не... Столько к психологам, да. Сколько к юристам, вот. То есть... Как вы вообще можете... Там... К примеру, да. Себя обезопасить. Вот. Вот так. Я... Я понимаю, что это страшно. Потому что... Это всё напряжно. Вот. Я... Отдаю себе в этом отсчёт. Прекрасно. Потому что это так вот. 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 Такой вот ответ. Такой ответ вам... Можно... Да. Вот. Эээ... На этом всё. Я надеюсь... Что... Помог вам... Эээ... Эээ... Если... Понравился мой ответ... Эээ... Буду благодарен... Эээ... Если вы... Эээ... Сделаете его лучшим. И оцените его как лучше. Как лучше. Вот. Ээ... Я... Буду вам очень за это благодарен. Эээ... Значит. Я вам желаю... Желаю... Эээ... Эээ... Того, чтобы... Ситуация... Разрешилась... Наилучшим образом. Вот. Я надеюсь, что она разрешится. Вот. Всего вам... Самого... Эээ... Доброго. Удачи. Удачи. И... Успешного разрешения... Данной вашей... Ситуации. Продолжение следует...